Я себя спокойно пожевал до того момента, пока мне в комнату не вломился чувак с пистолетом, который сказал мне, чтобы я сегодня проходил головоломки. Поэтому сегодня будем играть в игрушку по названию Brain Out, с вами как обычно кристаллы, мы начинаем! Если ты успеешь подписаться и поставить лайк за 5 секунд, то ты будешь спасён и не взорвёшься вместе с этой микроволновкой. Поздравляю, у тебя получилось, а мы начинаем! Ну и начнём мы с первого уровня, конкретно здесь нужно найти самый большой вопрос, конкретно что здесь имеется ввиду, насчёт самого большого. Самый большой по размеру на данном месте, то есть самый большой здесь будет яблоко, но самое большое из всех данных фруктов, получается, будет арбуз. Поэтому, наверное, нажму на арбуз и надеюсь, что буду прав. И слушайте, да, действительно, я прав оказался, хотя больше я на самом деле сомневался, думал, что надо будет нам нажать на этот всё же, на яблоко, потому что он всё же самый большой оказался здесь. Так, и второй уровень у нас начинается, сколько уток. Ну, здесь надо каждую почитать, хотя я уже вижу, на самом деле, в чём здесь заковырка, здесь один цыплёнок, на самом деле, находится, поэтому уточек здесь будет немножко другое число. И, ребята, кстати, если вам данная игрушка понравится, хочется больше игроков такого формата, то поддержите сразу лайком, потому что такое нечасто игра, и, возможно, вам реально такое нравится, поэтому лайк обязательно поставьте. Чем больше лайков наберём, тем больше будет понятно, что можно будет дальше проходить, поэтому давайте тысячи три в этот раз наберём. Думаю, что вам не сложно, если игра понравится, я сразу вижу, что можно в таком жанре что-нибудь ещё пробовать. Так, ну уток у нас надо посчитать, сейчас посчитаю Ну, 9 уток получается, если, конечно, это мне кажется каким-нибудь образом утка Но вроде это цыпленок, поэтому нажимаем на девяточку И да, можем проходить дальше Поздравляем, сладенькая, ой, спасибо Так, ладно, давайте дальше Кстати, здесь еще ключи есть, но я не совсем понимаю, что имеется в виду из ключей Наверное, это какая-то подсказка, скорее всего Их можно получить за просмотр рекламы, но я еще ни разу этим не пользовался Возможно, в какой-то момент я встряну, и там будет уже понятно Кто выше всех? Вот здесь, кстати говоря, под вопросом, если... Хотя, в принципе, так-то на самом деле просто Но тут, как бы, можно подумать, типа, кто выше всех В том плане, что, например, жираф, он выше всех В плане самой модельки здесь же на экране Поэтому, в принципе, он вроде как-то бы самый большой Но выше всех, как бы, все же, наверное, солнце Поэтому, пускай будет солнце, я думаю, что это правильное решение Все же оно выше всех Так, и давайте смотреть следующую задачку Так, можете найти ли вы... Можете ли вы найти тот, что отличается от других? Ээээ... Ну, это надо прямо вглядываться Поэтому сейчас, постараясь я вглядеться Возможно, что-нибудь замечу Ну, на самом деле, я их все перетыкал Точнее, не перетыкал, а пересмотрел И ничего вообще не заметил Типа, они все идентичны, абсолютно Поэтому хрен его знает, что вообще здесь может быть Можно, конечно, попробовать подсказку Но я потыкаю по ним Может быть, я недостаточно внимательный И что-то не заметил Так, ну, давайте попробуем Я специально буду ошибаться Потому что мне даже интересно Какой из них окажется Конкретно неправильный Серьезно? Это так? Так можно было? Я вообще сейчас случайно зажал кнопку А так он накажет? Ага, то есть можно двигать объекты? Серьезно? Это так работает? Если бы я про это знал в самом начале То тогда было бы гораздо проще Я просто подвигал бы объекты Но, видимо, это как обучение Что тебе рассказывают Что есть вот такие-то фишки у игры Которые ты сразу не знаешь Потому что я реально Я сидел, наверное, минут 5-10 Наверное, сидел Короче говоря, вглядывался в каждый объект И не мог понять Так, создайте прямоугольник Ну, тут из этих объектов Вроде прямоугольник не сделать Может его можно как-то вытянуть? Не, я, конечно, могу что-нибудь типа такого Но это явно не прямоугольник у нас будет Хотя, может быть Хотя нет, наверное, можно Если они друг другом разные слои То, в принципе, можно попробовать это совместить Наверное, в какой-нибудь Прямоугольник Правда, я не особо знаю Как это вообще может сработать Но, наверное, как-то можно А если объект как-нибудь другим чем перекрою Это не будет работать? Нет, не будет, наверное, работать Сомневаюсь Хотя, можно, если вот как-нибудь Вот так-то все сложить Я не уверен Я чисто так Методом тыка Сейчас потыркаюсь Может, будет понятно Кстати, возможно, это как подсказка идет Что этот объект Хотя слои-то по-разному может размещаться Если я вот так вот возьму То, нет, он всегда под низ идет То есть, этот самый главный идет сверху Эти стальные под низ уходят Так что нужно что-то придумать Может, конечно, прямоугольник в эту сторону нужно сделать Не знаю Сейчас я посижу потыркаюсь И там уже будет более-менее видно Короче, игра тут вертел Вертел всеми этими треугольниками Преугольниками Звездочками Чудо меня не доходит Как это вообще все работает Поэтому, скорее всего, опять игра где-то хитрит И что-то мне не досказывает Потому что из всего этого дела Я при всех вариантах не мог собрать прямоугольник Поэтому, наверное, все же я первый раз подсказкой воспользуюсь Попробуйте перетащить квадрат немного за пределы экрана Серьезно? То есть Серьезно? Это можно было так решить? Окей Вот это, конечно, прикол, да Ладно Сколько треугольников в пентаграмме? Да, блин, тут по-любому опять какой-то смысл А что убрать? А, можно Стоп, в смысле? А зачем здесь убрать? Или типа она обнуляет, имеется в виду? Ну ладно, допустим Сколько здесь треугольников? Надо посчитать Конкретно Три вижу Дальше нужно так Раз, два, три Четыре Пять Если это общий треугольник То шесть, наверное Надо более конкретно посмотреть То есть сейчас я бегло нажму По-любому здесь не шестих Ну точно же не шесть Да ведь? Ну, понятное дело Ну, вроде как восемь Восемь, либо девять Потому что получается А, у нас треугольник вот здесь Вот он, первый Потом идет общий треугольник Вот такой, то есть поверх Второй Потом третий Здесь тоже самое у нас повторяется И вот здесь еще треугольник Который идет вот так у нас Проходит И получается вроде как восемь И нифига не восемь Че, девять что ли тогда? В смысле? Так, стоп Че, че, че я еще не заметил? Хотя, возможно Тут, знаете, что имеется в виду? Если посмотреть То треугольники Также вот эти вот штуки Может быть они их считают А, кто его знает Такое вполне себе возможно Ну, тогда только десять Либо одиннадцать Так что я не уверен Ну, вот так вот Значит, одиннадцать уже было Вау! Вы гений! Серьезно Это было странно Ну, короче говоря Скорее всего треугольники Засчитывались вот эти вот мелкие С подсказкой, наверное Было бы более понятно Ну, ладно Костер Самый большой костер Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ох ты, ё-моё, так, надо посчитать тогда, что здесь, скорее всего, имеется в виду До числа я пока не допёр, но у меня появилась другая идея Я же могу всё же узнать, какой номер припаркованной этой машины Я всё же это могу, знаете, по-любому сейчас это сработает Зная эту игру, то, скорее всего, это сработает, да Блин, ну сколько она мне мозг ломает, эта игра, капец Просто я сижу, уже считаю, типа, какой там номер и т.д. и т.п. Пытаюсь тут вычислить, какая последовательность идёт А ну, оказывается, вот как Я просто на один момент подумал, что, а вдруг машинку можно подвинуть Я действительно тогда ведь узнаю, какое число под ней Блин, ах, господи боже Так, окей, вы гений, ничего не гений Так, какую оценку вы бы дали этой игре? 10 очков, 20 очков, а как, ну, высший балл, ладно Так, а, ну то есть, может быть, можно было вообще любую выбрать А можно мне вернуться на тот самый уровень и хочу попробовать Я хочу попробовать дать ей 10 очков, 20 очков, 50 очков Я начну что-нибудь двигать там или не двигать И оно такое, типа, а вот можно было всё это время подвинуть вот эту цифру И вот, смотри, сейчас я сначала всё подвину, а потом уже мы будем с вами пробовать ввести Ну, ввести тоже можно, да, вы, правда, не видите, где поле ввода, потому что там как раз-таки находится реклама у данной игры Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь получится придумать Не, попробую, конечно, сначала сделать просто банальнейшую вещь Я напишу просто, ну, типа, напишите правильный ответ Здесь, скорее всего, все остальные неправильные ответы Потому что если мы посмотрим, то нифига не неправильно, если так подумать Поэтому девятка, и я прав, да, я прав Ну, вот так оно просто оказалось на деле Так что нужно ещё и в текст, получается, более-менее правильно вчитываться И его понимать Так, нажмите на фрукты слева-направо Затем нажмите на шестиугольник рук и... Так, а что это? Это фрукт? Что это такое? Это картошка, по-моему, нет? Или это похоже на картошку? Может, конечно, это какой-нибудь там кусок этого хлебного фрукта Как он там, дуриан, да? Что-то типа того Так, ну, допустим, так Я просто не уверен, что это фрукт Ну, да, ну, ладно, так Шестиугольник, круг, прямоугольник А, ну, так, почему... То есть надо было начать с банана первым? Фрукты слева-направо Ну, слева-направо, ну, слева-направо идёт у нас, да? Так, вот, так, шестиугольник Круг и прямоугольник Нет, что-то здесь не так Так, погодите А может, имеется в виду, что не нужно нажимать вообще на вот эту хрень? Это вообще не связано ни с чем Может, это и не фрукт даже просто Так, слева-направо Потом у нас шестиугольник Круг, прямоугольник Во, всё, получилось шикарно! Важно внимательно читать задание Окей, хоть в этот раз не писали, что я гений Вы должны выиграть игру Так, Зои, я могу твои крестики куда-нибудь убрать Или считерить с кружками свои нарисовать? Нет, я именно должен выиграть в крестиках, ну, или когда? А можно ли здесь выиграть? Да, можно здесь, но тогда она здесь нарисует Ну, здесь-то по-любому, если я сейчас делаю шаг, то она здесь, или здесь нарисует Это не выиграть так просто Тут она уже в любом случае выигрывает, поэтому нужно считерить Хотя, возможно, имеется в виду, смотрите как Здесь кружок, вот здесь кружок, и вот здесь кружок Мог бы сработать, но чё-то как-то нет А если я попробую нарисовать поверх? А если я попробую вот здесь нарисовать? Нет, нельзя, я-я-я-я могу считерить По-любому могу считерить Здесь где-то какой-то есть подвох Это по-любому Здесь может быть что-то интересное Но надо подумать, что здесь конкретно надо провернуть Скорее всего, методом тыка, конечно же Я могу в каждую область потыкать, но она по-любому выигрывать везде будет А поэтому здесь мне не выиграть Либо надо поменяться местами бы Типа я бы был крестиками Она была бы кружочками Хм, ну пока не очевидно Пока что мне казалось, что я могу провернуть вот такую схему Типа вот так вот в три пойти И типа я выиграл бы Но чё-то нет, чё-то другое здесь требуется Так, я сдаюсь и использую подсказку Потому что чё-то вообще не догоняю Чё нужно сделать, потому что я уже все варианты перепробовал Которые мне приходили в голову Так, используйте два пальца, чтобы заполнить О, дурин, поставьте их в ряд Я просто, я бы никак не смог Это задание выполнить, потому что Я играю на эмуляторе, мне нельзя Одной мышкой нажать сразу на две точки Поэтому мне нужно сэмулировать тогда Дополнительные кнопки, и тогда только я смогу нажать Я при всем желании бы это не смог выполнить, блин Так, ну ладно, сейчас Я попробую поставить клавиши Дополнительные, мы пройдем эту миссию Ну допустим, надеюсь это еще сработает Да, отлично, сработало все Видите, этой кнопки добавил Так, и вы жульничаете Да это скорее вы жульничаете Найдите цыпленка Где, под кем цыпленок лежит? Кто из вас комбинируется? Кто-то в цыпленка или как? Или у него всех выгнать надо тоже, может быть Где цыпленок прячется? Давайте докладывайте мне информацию Куда вы спрятали этого цыпленка Но на самом деле здесь не все цыплята Может их всех вместе поставить? А, стоп, цыпленка имеется до самого маленького Да, тогда по размеру? Ну смотрите Если посмотреть, то вроде по размеру они немного разные Да, или мне кажется Так, цыпленок это самый большой в данном случае Или самый маленький? Как она считает? Ну, хотя нет, здесь даже не по размеру тогда идет Хммм Тогда что? Что, что, что здесь тогда требуется? Ну я могу их поставить как бы вместе, да Видно, что они по размеру немножко отличаются Но это не является подсказкой Не дай бог здесь опять какая-нибудь штука Типа нажми на трех цыпленков одновременно Ну, по внешнему виду они одинаковые Кликать на каждого из них бесполезно Но есть возможность их перетаскивать Это Серьезно? Ладно, допустим Я вытряхнул из курицы Получает цыпленка Вот как оно работает Но это вообще абсолютная случайность Потому что То, что так просто, у меня не получилось А, скорее всего, сейчас бы еще кучу вариантов перетыкал Ну ладно, сработало, так сработало Просто если тебе дают возможность Управлять курицей Вращать ее То значит здесь что-то есть В общем, ребята Надеюсь, что игрушка вам понравилась Если захочется продолжения То поддержите лайками Можно будет пройти ее дальше Если вам было интересно В общем-то, игрушка нестандартная Нужно мыслить нестандартно Чтобы ее проходить в основном Ну, или знать о том Что можно еще использовать Дополнительные клавиши управления Чтобы проходить определенные моменты В общем, будем продолжать Наверное, в следующий раз я буду продолжать Лучше буду ее проходить с телефона Потому что тогда будет проще Как раз таки с этими нажатиями Я ж не знал, что нужно будет Несколько нажатий использовать В общем, вот Лайки ставьте Подписывайтесь на канал Колокольчик нажимайте С вами был Кристал Заходите в мой дискорд Также в описании ссылка на него Если ты хочешь, чтобы твой комментарий Попал в ролик Или же ты хочешь, чтобы твое имя Было в титрах То ты можешь оформить Спонсорскую подписку Вся информация по ссылке В описании находится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok